Уважаемые телезрители, сегодня мы с вами вновь встретились в нашей телевизионной школе рисования. Мы с вами будем учиться писать натюрморт акварелью. Конечно же, мы должны поставить постановку из бытовых предметов, доступную каждому, то есть композицию найти. И можно для определения листа, композиции листа использовать знакомый нам видоискатель. То есть смотреть в это окошечко, приближая или отдаляя натюрморт, и фиксировать композицию, и параллельно переносить ее на лист с акварельной бумагой. Можно сделать форэскизы, да, и потом уже приступить к окончательной прорисовке натюрморта на листе бумаги. Это первый этап, то есть подготовительный, когда мы делаем рисунок, делаем подготовительные эскизы к нашей будущей композиции натюрморта. И вот давайте с вами нарисуем наш натюрморт вот здесь, на нашем листе бумаги. То есть после этапа поиска точки зрения на натюрморт и композиции, фрагментирования, мы нашли выгодную точку зрения и с вами строим, опять-таки, знакомый уже нам паровозик, да. Вот эти основные предметы, они у нас будут вот здесь располагаться в центре. И стол, линию стола я намечаю здесь. Делаю я это такими тонкими линиями. А дальше мы уже должны искать пропорции предметов. Должны искать пропорции предметов. Вот здесь у нас чайник находится, ось этого чайника найти, нарисовать его как следует. Можно делать сквозную прорисовку, эллипсы, которые мы с вами учились делать. А можно сделать эскизно, схематично, под заливки акварелью. Вот посмотреть, как этот чайник у вас стоит на плоскости. И как по отношению к нему располагаются предметы. Здесь этот такой бочонок глиняный, коршок глиняный. И тоже у него своя ось, и тоже свои здесь эллипсы. Вот донышко, основание. И здесь у нас вот фрукт такой лежит тоже перед нами. Ну, на дальнем плане у нас сковорода, такая с черной ручкой. И здесь у нас вот драпировки, причем одна очень интенсивная, красная. Она выходит на первый план с таким ярлыком. И сама плоскость стола. И драпировки. Вот мы сделали такой набросок, который можно отрисовывать еще. Уточнять направление складок. И главное, уточнять пропорции. Прорисовывать здесь крышку чайника. Буквально несколькими линиями. Здесь ручка, эллипсы, вот эти многочисленные. И более того, определить для себя, где будут блики, а где у вас будут тени. И какая палитра будет, каков будет колорит вашего натюрморта. И дальше уже можно будет искать цветовую гамму. Вот я выложила перед собой здесь краски. Акварельные кисти разных размеров. Вот они у меня. И я начинаю работать акварелью. Причем я могу идти как от куска, так и работать лисировками. Но сначала лучше вообще чистой водой смочить лист бумаги, для того, чтобы он у вас был свободен от жировых пятен. Попробовать какую-то красочку можно. Вот я здесь выкладываю такой холодный оттенок. Или немножко тут сепий добавляю, заодно и смачиваю бумагу. Белые места я оставляю свободными от краски. То есть это места бликов. И чайник пока оставляю тоже светлым. Он самый светлый у нас. Давайте проложим чистый лист практически светлым оттенком краски. И нужно будет подождать, пока немножко просохнет. И посмотреть уже за счет каких оттенков у нас будет с вами выстраиваются предметы. Ну вот, конечно, сразу бросается в глаза. Это красная драпировка. Но она, посмотрите, здесь такой цвет активный. И такой вот тоже очень активный цвет. Но я пока что могу тронуть этой красочкой нашу драпировку. Но опять-таки делать это не одной краской, а делать какие-то смеси. Вот так этот ярлычок сюда спустить. А потом нужно с вами попробовать еще найти здесь вот такие вот оттенки уже близлежащей драпировки. Вот они пойдут через охристые какие-то тона. Наш этот с вами эскиз, этюд. Вот он такой краткосрочный. Но он направлен на то, чтобы мы нашли цветовую гамму, нашли колорит работы. Научились делать заливки. Вот пусть здесь пока останется так. То же самое я сделаю и вот с этим дальним планом. Но тут хитрость такая. Вот мы сейчас эти цвета выкладываем. Мы должны с вами найти разницу между коричневым вот этим пятном, который я сейчас прокладываю, и между вот этим глиняным коричневым горшком. То есть между драпировкой и между горшком. Кажется, что они очень близки по цвету, но на самом деле мы должны с вами найти различия. Горшок обожженный, он такой красно-коричневый, с такими какими-то оттенками. Пусть проложим сначала здесь у нас такой оттенок. И тоже не простой здесь цвет, а он такой многосоставной. Здесь и какие-то рефлексы будут наблюдаться. Красные и такие вот фиолетовые какие-то тени тоже оттенки. И самое темное вот это донышко. Пусть оно пока будет взято вот так вот. А блики я оставила. Я оставила блики, но чтобы потом можно было поправить. Или здесь вот так вот, допустим. Тоненькая линия. Оставим это, оставим. Но одновременно на первом плане у нас такой яркий фрукт. И мы его тоже здесь намечаем. Вот так, мазком, одним мазком. Потом он тоже у нас не должен попадать в драпировку, но в то же время он от нее зависит. Потому что есть здесь какие-то блики. И мы тоже должны найти этот цвет. Пусть так. И желтый. Такой блик оставим. Ну, конечно же, нас интересует вот это вот окружение уже. Окружение и сам серый чайник, алюминиевый. И мы с вами должны найти характер этого окружения, чтобы создать глубину. И тем не менее, посмотрите, какие интенсивные драпировки на дальнем плане. Так и хочется взять вот в полную силу. Там и зеленые оттенки, и фиолетовые. Но если мы возьмем это в полную силу, то у нас тогда провалятся предметы, которые на первом плане. И поэтому мы здесь возьмем и сделаем такой ход. Прозрачный. Оттенок вот этого зеленого цвета. И в то же время, посмотрите, вот я сейчас сделаю здесь, а здесь очень активный зеленый. Он не должен быть таким. Краски не должны кричать, они должны быть согласованы. Вот вся палитра должна быть согласована. Вот я эту драпировочку так вот прокладываю пока что. Понимаю, что там есть и холодные, и теплые оттенки. И мы здесь с вами вольны вот так вот разнообразить. А потом можно перекрыть этот цвет. Найти здесь оттенки сначала, а потом сделать более локальный цвет. Мне мыслится это так. Одновременно я все-таки затрону эту сковородку. Можно в сторону теплого оттенка с охрой. Мы так вот поэтапно пишем и ищем цвет, тон каждого предмета. Выявляем с вами пространственную глубину. Ну, какие-то подтеки смахиваем кисточкой. Дальше работаем. Освобождаемся от светлого фона. Эту прозрачность сохраняем цветовой гаммы. Ну, вот я здесь сейчас делаю это заливками. По акварельной бумаге краска очень хорошо сходит вниз, впитывается в бумагу. Вот я увожу это. Пока так. Ну, и чтобы не мешал нам дальний план, мы тоже здесь ровно проложим сепии. Можно чуть холоднее, чуть теплее. И, естественно, что вот я этот кусок тоже хочу проложить. Вот мы с вами проложили эти локальные отношения. А дальше хотелось бы вот взять сам этот чайник, но очень осторожный. Мы идти в последнюю очередь к нему подошли. Почему? Потому что он самый светлый, требует к себе такого почтительного отношения. Вот видите, какая-то колористическая гамма у нас здесь с вами слагается. Дальше нужно только уточнять характер предметов. Ну, вот хочется мне дать здесь такую интенсивную ручку этого чайника. Причем она там и носит, и вот эту вот крышечку. Причем она там, смотрите, она не черная, она холодная и теплая, с рефлексами холодноватыми и желтоватыми. Вот. Вот так вот. И то же самое вот просится здесь ручка от сковородки. Я вот пока ее вот так вот дам. Ну, а дальше нужно писать, и мы понимаем, что здесь такая очень интенсивная по тону вот драпировка. Можно ее чем-то перекрыть. Можно холодным, можно более интенсивной сделать. И выделить еще раз объем от этого фрукта тени, то, что на первом плане мы видим. Вот. Сделать это нужно. Чтобы двигаться дальше, от этапа к этапу. Я здесь перекрываю. Дальше я могу дождаться, пока высохнет. И еще раз сделать что? Найти более интенсивные какие-то части. проложить тени, сделать объем. Здесь тоже вот тень, горшочка. И работать дальше. И на каком-то этапе у нас натюрморт может приобрести, ну, такой близкий к окончательному вид. Здесь у нас с вами более интенсивно вылеплена цветом драпировка. Мне бы хотелось вот еще подчеркнуть первый план. И я его немножко успокою и так вот приглушу лисировкой, такой холодного. И заодно и цвет немножко посложнее выйдет. И первый план тоже я подчеркну вот этой лисировкой. Вот так вот. И здесь то же самое. Вот обратите внимание, что у нас с вами получились вот такие драпировки на дальнем плане. Они немножко беспокойные. Можно их вот тоже пролессировать. Нижний тон, он будет просвечивать сквозь верхний слой и успокоить одновременно. И вытянуть здесь вот этот горшочек в своем объеме. То же самое вот сделать с этим тоном. И немножко показать, что сама сковорода, она не тряпочная, она все-таки железная, да? Пожестче сделать края. И вот так вот мы пишем. В такой последовательности мы пишем сам натюрморт. Ну и здесь я тоже эту жесткость подчеркнула. Это всегда можно сделать. Всегда можно сделать. И заодно первый план отчетливее выйдет. Ободок. Вот так мы. То же самое можно сделать, подчеркнув вот эту тень еще раз на чайнике. Эти эллипсы. Здесь отдельно тоникой кисточкой можно прописать сам характер ручки чайника. И, конечно же, вот дать какие-то тени. Запировки. То же самое здесь тени от фрукта. Ну вот такая последовательность работы. Она себя оправдывает. Это учебный натюрморт, учебная постановка. И, как я уже говорила, можно идти от куска, можно идти вот так вот более-менее последовательно. И дальше можно прописывать отдельные детальки. Но не обводя здесь ободку. Ободки не нужно делать. Вот так мы и ведем нашу работу. Здесь я уже подчеркиваю просто носик. Я уже сказала, объем здесь можно этого носика дать. И размыть кистью всегда можно, да? Мы эти способы с вами знаем уже. Вот где-то здесь четче сделать тоже. Показать материальность. Показать материальность. И то же самое вот с фруктом можно сделать еще. Вот где-то здесь. Ну вот, дорогие друзья, я надеюсь, что вы усвоили сам принцип, сам подход к изображению натюрморта акварелью. И будете следовать этим этапам в ходе вашей работы. Ну а остальное, пожалуйста, рассчитывайте на свое чутье, чувство цвета, на свою руку. Я желаю вам успехов. И прощаюсь с вами сегодня. До свидания. До новых встреч.